Привет, красотка! И сегодня у нас такое видео с солянкой, можно сказать, потому что я решила объединить сразу несколько тем в одну и назвать это видео 10 фаворитов за весну. Рубрика фавориты у меня существует как-то, знаете, очень так текучая. Просто когда у меня есть настроение и желание поговорить о чем-то, рассказать о чем-то, я делюсь этим. И последнее видео из этой рубрики выходило летом, но ничего. Это, кстати, немного обновленный формат, то есть я не беру, например, тему одежды и сразу кучу-кучу всего перебираю. А я прям, знаете, самое сладенькое, прямо сливки из каждой категории отобрала и поделюсь этим с вами. Перед началом я хотела сказать, что это был очень интересный опыт, в принципе, для себя осознать, что нового, интересного ты для себя открыл за последние три месяца, за последний сезон. И мне кажется, в целом, вот в такие моменты я очень благодарна блогингу за то, что я, по сути, делаю контент, я делюсь тем, что мне нравится, делаю какое-то видео, да. Но также я и себе пользу какую-то делаю, потому что ты как бы оглядываешься назад. И вот, наверное, если бы я не снимала это видео, я бы даже не задумалась, что новое для себя открыло. А это, правда, очень-очень классный опыт, потому что нам постоянно кажется, что сегодня такое же, как вчера, а завтра будет таким же, как сегодня. Но нет, на самом деле, у нас жизнь текучая, у нас постоянно происходят какие-то изменения, мы что-то новое пробуем, от чего-то отказываемся. И прикольно просто-напросто это отслеживать и осознавать, да, типа, я попробую вот это, мне вот это понравилось, это не понравилось, узнавать себя в чем-то. Философское вступление такое, давайте начнем. Первое и, наверное, самое классное, что я для себя открыла за последние три месяца, это зумба. Для тех, кто не знает, небольшой ликбез. Зумба это такая фитнес-тренировка, танцевальная фитнес-тренировка, которая состоит из танцев, отлично. Каждые три минуты меняется музыка, и вы танцуете какой-то новый танец. Песни берутся латиноамериканские, очень такие зажигательные, популярные, и, в принципе, вся эта тренировка, она направлена на то, чтобы ты максимально зарядился и в то же время разрядился, потому что это разрядка твоих эмоций, это разрядка твоего физического состояния. И вот, честно, были у меня дни, когда я думала, ну, вот прям не танцевальное настроение, ну, вот не сегодня. Еще у меня тренировка стоит в середине дня, и прям как-то не очень охотно делить день напополам, тут обрывисто, как-то там обрывисто. Но каждый, абсолютно каждый раз после тренировки мое настроение, мое ментальное самочувствие взлетает просто в разы. Первый раз, когда я пришла, это было очень весело, потому что я себя чувствовала максимально неловко, то есть там девочки уже ходят постоянно, они разучили какие-то танцы, а чтобы вы понимали, там тебя никто не ждет. То есть ты как бы успеваешь, успевай. Бывают, конечно, у нас тренировки, когда мы именно разучиваем, но именно первый раз я попала именно на такую стоковую тренировку. Первые минут 10 мой мозг так сопротивлялся, типа, что, почему, почему все такие активные, почему все так улыбаются. Передо мной стояла бабушка, и она так отжигала, что я просто, дай бог просто мне через 50 лет выглядеть так же и вообще так же двигаться, потому что там очень зажигательная тренировка. То есть, чтобы вы понимали, это как хорошее кардио. После каждого трека нужно хорошенько попить воды, вообще продышаться и приступать к следующему. Второй мой фаворит за весну, это, конечно же, пудровое напыление бровей. Об этом я снимала целое видео. И это не только фаворит месяца, сезона, года. Это, наверное, фаворит моей жизни. Вы понимаете, например, сегодня я не трогала свои брови вообще. Ну и окей, я прошлась вот этим вот гелем. Суть в том, что я не красила, не трогала свою форму, ничего не делала. И, в принципе, уже так можно жить. То есть, если бы у меня сегодня была фотосессия, возможно, я бы чуть-чуть еще почетче сделала контур, как-то добавила бы а-ля волосков, да, ну, чтобы было чуть-чуть потемнее. Но на каждый день я настолько довольна. Ты просто просыпаешься и идешь уже в жизнь. И что самое крутое, никаких там побочных явлений вообще нет. То есть, у меня брови не рыжеют. Все, пока ок. Прошло два месяца, и я буду делать коррекцию, я буду и дальше делать коррекцию. Это просто восхитительно. Третий фаворит будет из категории бьюти, а именно из уходовой категории бьюти. И это линейка, очищающая линейка от Ифраше под названием Pure Alk. Это еще не все, кстати. Тут пять средств. Да и вообще у них какой-то бомбический запуск произошел по очищающим средствам. 31 продукт для демакияжа и очищения. Ну, конечно, не все это нужно за раз использовать, там именно разные линейки. Вот Pure Alk именно мне больше всего понравился, я уже все потестировала. Особенно вот это морское желе, которое является средством два в одном. Он и смывает макияж, и очищает кожу. То есть, экономит время, не нужно мицелляркой пользоваться, не нужно гелем. Он такой еще приятный на ощупь, там мини-пузырьки такие, потому что он с микроводорослями, микроводорослями или водорослями. Линейка подходит для всех типов кожи, она такая нейтральная. Кроме всего прочего, коллекция создана с учетом всех эко-обязательств марки. Формулы на 90% состоят из ингредиентов натурального происхождения, и вся упаковка состоит из 100% переработанного пластика. Каждый вот себе найдет по текстуре, по запаху, по типу кожи что-то для себя. Потому что, например, есть линейка с мятой, она больше для комбинированной кожи, для такой подростковой, проблемной. Также гамма с васильком для ухода и очищения зоны вокруг глаз. Гамма с ромашкой для более чувствительной кожи. И гамма с календулой, это уже для более зрелой кожи. В общем, ну я говорю, там для всех и вся. И фрошей я обожаю, всегда рада что-то новое пробовать и вас с ними знакомить. Я в описании под видео оставлю ссылку на всю коллекцию. Можете подробнее посмотреть, почитать, выбрать что-то для себя, подходящее, нужное по вашему типу кожи. Четвертый фаворит будет из серии книги. Кстати, у меня был такой период около трех месяцев. Это зима, начало весны, я вообще ничего не читала. Это было так для меня непривычно. В меня просто не лезла информация. Сейчас я это осознаю и предполагаю, что, возможно, слишком много информации, в принципе, у нас поступает каждый день извне, если мы особенно ее не фильтруем, не вмешиваемся, так скажем, осознанно в этот поток информации. Стоит вот только, например, зайти в TikTok, зайти в Instagram, и просто тебя лента поглотила. Если ты не регулируешь этот момент, не контролируешь, не ставишь себе там какие-то уведомления от Instagram, кстати, кто не пользуется еще, обязательно установите. Если ты проводишь там час или два часа времени, кому как предельно важно, в Instagram, чтобы он тебе уведомлял об этом, и ты как бы такой, о-о-о, два часа моей жизни я сегодня уже здесь провел. Может быть, что-то другое сделать? Блин, почему я так люблю отвлекаться, уходить вот в эти заветления? Суть была в том, что я долго не читала ничего, в меня просто не лезла информация, я не хотела. Но вот пришла ко мне книга и сразу стала фаворитом. Книга эта называется «Воспитание сердцем» Альфикон, и она 100% войдет в список, мой личный список, такой мастрит для родителей, которые хотят своим детям счастливого детства и счастливого вообще жизни. Не то, чтобы без этих книг вообще как бы не прожить и не воспитать, но, конечно, воспитать просто как? Часто просто я слышу, что это сейчас какая-то мода, вот раньше там типа все без этих книг жили, нормально воспитали, Ну, я не уверена. Если задуматься просто, откуда у нас берутся те или иные правила воспитания, да, все равно, даже если ты ничего не читаешь, у тебя есть какие-то правила, есть какие-то модели поведения, откуда они берутся? Из твоего детства. То, как с тобой родители обращались, то, как тебя родители воспитывали. А наших родителей воспитывали дети войны, которые не доедали, не допивали там, если ты выжил, как бы уже хорошо. Времена меняются, короче говоря. Сейчас можно более осознанно подходить к процессу воспитания. У нас появилось у всех время, у нас у всех появилось больше возможностей, и это офигенно. Вся эта книга, можно сказать, про безусловную любовь. Очень часто мы о ней слышим, что любить надо без условий, но настолько в мелочах, настолько эти условия уже в системе нашей, даже те же самые оценки в школе, это условия. Даже вот эта вот сорока белобока сейчас мне пришла на ум, вот эта, знаете, сорока белобока кашу варила, и этому не дала, потому что он там дров не колол. Вот этот механизм, ты мне, я тебе, рыночные отношения, это не то, что должно быть в основе отношений родителей-дети. И автор как раз говорит о том, что большинство книг по воспитанию, они как бы другой вопрос немного поднимают вслух. Они говорят, как сделать так, фактически так и названия некоторых книг звучат, как сделать так, чтобы ребенок нас слушал, как сделать так, чтобы ребенок был примерным, хорошим и куча-куча всего. То есть, фактически, как надрессировать ребенка, как животное, чтобы он был нам удобным. Вот это грубыми, конечно, словами, но вопрос стоит совершенно другим углом, да. То есть, не как лучше моему ребенку, не каким я хочу, чтобы он, например, вырос, да. А мы чаще всего хотим, чтобы ребенок вырос эмоционально стабильным, хотел чего-то достигать, с критическим мышлением быть. Но фактически все вот это, оно не равно примерному поведению всегда в детстве. А если мы все время одергиваем детей, там, ты вот это неправильно сделал, ты за это не получишь вот это, то он не может фактически вырасти человеком, который будет что-то новое постоянно пробовать во взрослом возрасте. Потому что с детства его постоянно, нет, 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 нельзя, не рыпайся, короче говоря. Про оценки, конечно, меня вообще просто выбило. То есть, вся наша школьная, университетская система, она вся просто идет в пень. Если мы хотим, чтобы наши дети на протяжении всей жизни сохраняли способность учиться и по-настоящему увлекались словами, числами, идеями. Два. Не старались выбирать легкие беспроигрышные пути. Три. Научились глубоко мыслить, то нужно сделать все возможное, чтобы помочь им забыть об оценках. То есть, оценка это тоже своего рода условие, при котором ребенок понимает, он хороший, когда он получил пять, он плохой, когда он получил два. И когда есть такая вот оценка, которая обуславливает его поведение, он начинает искать более быстрые пути. Это, по сути, здоровая реакция человека, найти более быстрый способ к решению проблемы. Не понять материал, не изучить его, не быть увлеченным в это и не стараться ошибаться, потому что за это ты получишь, блин, два. А списать, например, найти легкую тему, где-то что-то там подсмотреть, слукавить. И не виноваты в этом, короче говоря, дети. Это такая пища для размышлений, на самом деле, для меня, для Евы, как она будет в будущем обучаться. Очень хочется, чтобы она как раз-таки сохраняла, ну и чтобы все дети сохраняли желание обучаться, желание учиться всю жизнь, а не просто ради оценки, ради сдачи, ради поступления, ради чего-то еще. Следующий пункт будет из разряда новые увлечения, новые хобби. Я никогда не думала, что меня заинтересует рисование, потому что я, а, не умею рисовать, и, б, для меня это как-то скучно, что ли. То есть я вижу рисунок достаточно плоским. Я, вы знаете, рисую а-ля пять лет ребенку, типа солнышко в уголке. Но вот буквально в конце мая я сходила в художественную студию, студию живописи, и взяла мастер-класс вместе с Денисом, где на протяжении трех часов художница помогала нам писать свои картины. То есть она не рисовала наши картины, мы сами полностью рисовали наши картины. Она просто на своем холсте показывала определенные техники и поэтапно нам объясняла, почему мы сначала, например, делаем это, потом это. Я не буду вдаваться в подробности, просто скажу, что это так офигенно, это такая разгрузка мозга. Мне кажется, профессиональные художники, они очень спокойные люди, потому что, когда они пишут картины, они ни о чем не думают. Потом, кстати, я сходила еще второй раз, я вам сюда покажу свои работы, и я сама в шоке, что это рисовала я, но это рисовала я. Точнее, писать, правильно писать картину, а не рисовать. Но в любом случае, не побоюсь этого слова, это фаворит весны. Раньше, кстати, когда меня спрашивали, какое у тебя хобби, я не могла даже нормально ответить, потому что, не знаю, меня настолько поглощает моя основная деятельность, которая, между прочим, уже сейчас называется профессией. Блогерство — это профессия. Нет, ну на самом деле это очень энергозатратный процесс. За этим кроется действительно большая работа от и до. Но от того, что мне настолько это нравится, мне кажется, я не освобождала даже свое время на что-то, что я могу новое попробовать для себя, как раз-таки на те же самые хобби. И вот мне кажется, после года жизни Евы, когда стало как бы попроще, так постабильнее все у нас, да, все уложилось, я привыкла к новому ритму жизни, я как будто стала больше себя в новом чем-то пробовать, открывать. Еще знаете, с чем это связано? Я тоже об этом думала недавно, что когда у тебя рождается ребенок, у тебя автоматически становится очень мало времени. И тебе нужно находить, прям вот находить, осознанно искать вещи, которые тебя будут наполнять, которые тебе будут возвращать твой ресурс. Потому что когда ты принадлежишь только себе, это как бы сделать легко. Ну, не знаю, ты бы посидел там в одиночестве, мы даже сами этого не замечаем. Мы где-то устали, почитали там книжку, полежали в ванной, мы вроде никому ничего не должны. Поэтому процесс восполнения энергии, он происходит довольно-таки естественно. Когда у тебя появляется ребенок и свободное от работы, скажем, время полностью принадлежит другому человеку, тебе нужно искать вещи, которые тебя будут моментально возвращать в ресурс. Ну, то есть очень быстро. И вот такими вещами у меня стала, например, зумба. Всего лишь час тренировки, а я уже как свежий огурчик и готова делиться, делиться, делиться от переизбытка. Кстати, недавно отвечала в Инстаграме на вопросы и поделилась тем, что у меня есть свой список как раз-таки восполнения ресурса. Если хотите, я сниму об этом отдельное видео. Следующий пункт – это категория одежда, обувь. И у меня здесь всего по одной вещи. Это находки прям мои, мне кажется, будут любимыми вещами еще долго. Я очень чувствую сразу такие вещи. Вот, например, джинсы, в которых я сейчас сижу, им 5 лет. И вот так произошло с белыми сандалями. Универсальные. Да, кстати, не удивляйтесь, лапа у меня большая. Это сороковой размер. Бренд Топ Топ. И я прям чувствую, они мне прослужат несколько лет точно. И белая жилетка, которая стала, наверное, таким универсальным моим образом на весну, когда вот этот переходный период, когда уже ты не в пуховике, не в какой-то толстой куртке, ты надеваешь худи, да, какой-то спортивный костюм. Но этого недостаточно. То есть еще холодно. Я ее нашла, точнее, не я. Сейчас Люба смотрит это видео и такая, а-а-а, Саша, ты не искала. По-другому скажем. Я попросила мою помощницу поискать в разных интернет-магазинах, шоурумах классическую белую жилетку. И мы нашли идеальную. Следующий мой фаворит – это ежедневник. Как-то я показывала вам его в инстаграме, и очень многие задавались вопросом, что это, как он работает, почему называется 6 минут. Ну, я на самом деле уже так долго говорю, я думала, что это видео выйдет покороче, постараюсь вкратце. Это не просто ежедневник. Это ежедневник-книга по саморазвитию, но она, конечно, такая не супер глубокая какая-то. Она, знаете, очень мотивационная, про позитивную психологию, про привычки. И вот это все в самом начале идет, только где-то вот отсюда вы начинаете заполнять этот ежедневник. Но мне очень понравился такой вариант, потому что если бы... А, в чем суть ежедневника? В том, что ты тратишь 6 минут в день, казалось бы, всего лишь 6 минут в день на его заполнение, и при этом твоя жизнь кардинальным образом изменяется. Вот, например, открою один из последних разворотов, где я еще ничего не писала. Ты 3 минуты тратишь с самого утра и 3 минуты перед сном вечером. То есть классно, что это не требует много времени. У нас сейчас еще всего отговорка такая, что не хватает мне времени на дневники, на ведение всяких записей. Вот здесь всего лишь тебе нужно 3 минуты. Ты пишешь, за что ты благодаришь свою жизнь, Вселенную, Бога, у всех по-разному. 1, 2, 3 пункта. Дальше раздел. Что сделать сегодняшний день замечательным? И ты уже думаешь о сегодняшнем дне. Классные вопросы на подумать. Классные вопросы, чтобы побыть в моменте, посмотреть на свою жизнь с другого ракурса. И положительная установка на сегодняшний день. Это та установка, которую ты будешь вспоминать в случае чего в течение дня. Ну, например, установка. Все, что не происходит в моей жизни, все идет во благо мне. И произойдет с тобой какая-нибудь фигня в течение дня, неудача, да даже авария, хоть что. Ты в первую очередь не будешь включать негативные эмоции, что да за что, да почему, да как так. То есть уходить вот в это вот все, то, что деструктивно по своей сути. А ты думаешь, что тебе это зачем-то, для чего-то, тебе это во благо, тебе это дает какой-то опыт. Может быть, в следующий раз ты бы был более осмотрительным на дороге. И три минуты вечером. Вопросы. Что сегодня было сделано хорошего для других? Очень хороший вопрос. Мне так понравился, потому что мы такие эгоистичные, мы такие эгоцентричные. И практически вся жизнь направлена на нас. Ну, как бы это нормально. Человек так выживает, да, чтобы он удовлетворял свои потребности, делал себе хорошо. Но когда ты себе такой вопрос задаешь и понимаешь, что, а ничего, кажется, кажется, я делал все сегодня только для себя. Это меняет такой немножко твой вектор. Ты думаешь, о, а что я могу сейчас сделать для других? Что я смогу сделать завтра лучше? Такой вопрос. И описать три прекрасных события, которые произошли со мной сегодня. Кстати, очень красивое оформление ежедневника, такое минималистичное. Две закладочки. Одну как раз в зоне книги, логично хранить, там какие-то штучки перечитывать. А вторую на том дне, где вы сейчас находитесь. Следующий пункт будет очень быстрым. Это просто новый трек от Imagine Dragons под названием Follow You. Когда они уже выпустят следующий трек? Я надеюсь, когда выйдет это видео, у них тоже что-то будет. Потому что они, как бы, обещают новый альбом. Это одна из моих, кстати, любимых групп. Мечтаю попасть на их концерт. Мечтаю, чтобы они выпустили, наконец, новый трек. Следующий момент. Это сортировка мусора. Это вообще отдельная тема. Какие должны быть твои первые шаги, если ты хочешь пойти в этом направлении и немножечко помочь планете? Что в твоих силах? Во-первых, всегда нужно начинать с малого. Не нужно никаких радикальных перемен. Типа, там, вы вдохновились каким-то видео. И все, с завтрашнего дня я сортирую все. Стекло, бумагу, пластик, органику. У меня появляется моя компостная яма. Меняю полностью жизнь. Zero waste. Короче, можно очень быстро выглядеть. Потому что, когда вот эта мотивация уйдет, а это все очень энергозатратно, это новые привычки, это новые связи в нашем головном мозге, если уж на то пошло. И для этого требуется время. Поэтому начинать нужно с малого. У меня было два варианта. Либо начинать с того, чтобы просто пока что сортировать только пластик. То есть, вот, не задумываясь делать все как раньше, типа, бумагу в одно, органику в одно. Но когда это касается пластика, я мою, там, сплющиваю и складываю на балкон. Это был один вариант. Либо выделить один день в неделю, скажем так, среда, когда я полностью в этот день сортирую прям все. Но только один день в неделю. Пока что, да, чтобы привычка потихонечку входила. Денис сказал сразу же, что второй вариант не очень. Чтобы не было такого, что ты уже не ждешь этот день. Типа, среда, там мне надо будет перерабатывать. Так вот, сделала я это еще в декабре и забросила на месяца два, точно. И вот появилось какое-то чувство вины внутри, что, типа, блин, как так? Ну, я же понимаю, что это плохо. Я понимаю, что нужно минимальные какие-то действия делать. Но это еще хуже. Вот это угрызение совести, это еще хуже. Это вот такой вот черный омут, который превращается в то, что ты вообще ничего не делаешь. И ты такой, да, ладно, если я уж там не сделала, то вообще ничего не буду делать. Я как-то постаралась себя из этого омута вывести потихонечку. Опять же, время делает свое дело. И вот сейчас снова вернулась к этой теме. Уже с какой-то более легкой головой. Я не корю себя за то, что если вдруг как-нибудь получится так, что я выкину в общий бак пластик и крышку там, скажем, а не положу в коробку на балкон, не промою, окей, такое тоже бывает. Лучше так, чем вообще никак. И вот потихоньку, помаленьку, я надеюсь прийти к тому, что мы будем сортировать, в принципе, все. В каждом городе России своя какая-то история. Вот в Челябинске, на удивление, есть эко-такси. Его даже нет в Екатеринбурге, хотя Челябинск меньше и как бы менее вроде развит. Но там есть эко-такси, ты просто его заказываешь и отдаешь уже отсортированный, ну там типа пластик с пластиком, бумага с бумагой. Они забирают и уводят. Минимум действий, которые тебе нужно сделать. Вот это круто. Потому что человеку тяжело все равно менять свои привычки. И когда это происходит вот так вот от одного человека, он должен что-то там придумать. То есть это не сверху от государства идет. Это сложно. Конечно, это сложно. Если вам интересна, например, эта тема, покопайтесь, посмотрите, что есть у вас в городе. Может быть, просто хотя бы начать с того, что батарейки сдавать, стекло то же самое. И ни в коем случае не горит себя за неэкологичные действия. И последний мой фаворит, и до сих пор я удивляюсь, что он стал моим фаворитом, это отсутствие оффлайн-магазина в моей жизни. Понимаете, что произошло? Для меня стало это настолько нормой, настолько это стало просто. С периода пандемии, когда год назад там пооткрывались всякие приложения, пятерочка там, ленточка, перекресток, все, короче, магазины ушли в онлайн. Я зависима теперь от этого? Я сижу дома, я понимаю, что мне в течение часа, а то и некоторые сервисы в течение 15 минут готовы привезти. Бананы, цветную капусту замороженную, все, в принципе, все, что ты захочешь. И зачем тогда ходить в магазины? Серьезно, я уже перестала это делать. Единственное, куда я хожу, это на рынки, где вкусные фрукты, потому что из сетевых магазинов не всегда вкусные огурцы будут. Сейчас еще идет черешня, там клубника появляется. И вот такое, да, нужно на местных рыночках у нас в основном искать. И, кстати, это не только тебе экономит время, энергию, это еще и избавляет тебя от лишних покупок, эмоциональных покупок. Потому что в магазине все построено так, чтобы ты купил все, что тебе не надо. На кассе обязательно будет какая-нибудь вкусняшка, по ходу дела будут какие-нибудь красные ценники. А когда ты заходишь в приложение, ты просто заводишь то, что тебе надо. Никто не повлияет на твой выбор. И это самое, наверное, ценное, что мы вот с Денисом оценили в таких магазинах. Минусы там тоже есть. Пакеты. Пакеты, которые тебе нафиг не нужны. Некоторые уже магазины сейчас отменяют это действие, и там есть галочка доставить без пакетов. Но все равно один большой вот этот пакет, в котором все привозят, да. Обычно мы ходим с обоськой, которая обычная такая тканевая. Но когда ты заказываешь из магазина, тебе привозят в большом пакете. Так что да. Вот последние мои два пункта, они как бы такие пересекаются друг с другом. Сортировка мусора. Заказ еды с пакетами. Здравствуйте. Делитесь и вы. Напишите в комментариях, что вы для себя открыли. Может быть, другие что-то для себя откроют благодаря вашим комментариям. Подписывайтесь на мой инстаграм. Он будет где-то здесь, наверное. Там я почаще. Мы, кстати, скоро отправляемся в отпуск. Так что, возможно, на канале меня будет поменьше, а там меня будет побольше. До скорой встречи. Улыбайтесь чаще. И пока-пока.